Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд и с вами я, Юрий Гимельфорд. О том, что наша эпоха с полным правом может быть названа эпохой варьявровства и предательства, это, я думаю, уже ни для кого не секрет. Воруют все власть имущие, воруют все, что не попадет. Мы привыкли к тому, что они воруют бюджет, мы привыкли к тому, что они воруют наши зарплаты и вот сейчас они начали воровать оппозиционный youtube канал. В частности, у популярного блогера Максима Арестова, автора ведущего канала «Мой протест» был украден его канал. Я прошу вас, друзья, посмотрите короткое видео 2 минуты 25 секунд и вы все поймете. Они украли его. Утащили, увезли, сперли. У меня больше нет доступа к нему. Я не знаю, что делать. Время остановилось. Нормуль? Революционер. Все. Это роскошно. Пора открывать шампанское. Такой реакции ждали вы, жалкие воришки. Я спешу вас огорчить. У вас ничего не получится. Все у нас получится. Вы можете украсть канал «Мой протест», но вы никогда не сможете украсть наш протест. Дорогие друзья, все те, кто меня узнал, вы сейчас смотрите этот ролик на других каналах, других блогеров, потому что у меня нет доступа к моему каналу. Его украли. Взломали мой гугл аккаунт и перевели мой канал на себя. Жалкие жулики. Как говорится, жареный петух начал видеть гнездо около его, так сказать, ягодиц. И поэтому, если там будет происходить какая-то дичь, там выложат какой-нибудь индийское порно с лошадями или еще с чем-то. Звенящая пошлость. Вы будете в курсе, что произошло. Таким же сволочным образом утащили канал и у Лехи Кочегара, блогер из Читы. Сверхдержава, бля. В туалетах уйдешь на. Я обратился в техподдержку и будем надеяться, что ситуация разрешится. Но, если честно, я думаю, что шансы 50 на 50. С праздником. У меня нет другого способа, как через других блогеров связаться с вами и рассказать об этой ситуации. Поэтому, чтобы быть в курсе дальнейшего развития ситуации, я прошу вас, кому это, конечно, интересно, пройдите и подпишитесь на мою группу ВКонтакте, на Инстахрам, куда угодно. Но там я постараюсь держать вас в курсе. Потому что доступа на канал мой протест у меня нет. Друзья, огромное спасибо всем за поддержку и, надеюсь, скоро увидимся. Я хочу сказать, что это, на самом деле, далеко не новость. На самом деле, с оппозиционными YouTube-каналами пригожинские твари ведут борьбу уже давно. И методология их, уверяю вас, она постоянно видоизменяется. Вначале они ограничивались тоннами дизлайков. Потом они подмяли под себя YouTube и стали срезать просмотры. Потом они начали у оппозиционных каналов все ролики через две секунды после их появления снимать с монетизации и отправлять на повторную проверку, а включать монетизацию только тогда, когда уже основной вал просмотров завершается. Потом они начали взламывать аккаунты комментаторов. Я уже не раз и не два рассказывал о том, что иногда сталкивался с такой ситуацией, когда от под никами моих подписчиков, причем единомышленников, которые всегда меня поддерживали, я вдруг начинал получать совершенно дикие бредовые комментарии, но никак им не свойственны. Этот метод тоже сошел на нет по одной простой причине, но ваш покорный слуга человек достаточно опытный, и я могу с первого взгляда определить, это стиль написания принадлежит тому человеку или не тому, и связывал с этими людьми по другим каналам связи и задавал прямой вопрос. Вот скажите этот комментарий, вы писали, люди воздевали руки к небу, говорили, ой, Юрий, извините, мой аккаунт взломали. Окей, то есть это тоже не дало эффекта. И вот сейчас они перешли, я считаю, к финальному акту морализонского балета, они начали воровать аккаунты оппозиционных блогеров. Делается это, как уже вы слышали из слов Максима, это делается следующим образом. Берут и просто-напросто взламывают аккаунт в гугле, дальше дел техники, после чего канал уводится и сам автор и владелец теряет к нему доступ. Я, честно говоря, неоднократно сталкивался с попытками взлома моего канала. Делалось это, как я это определял? Определяется это элементарно, ну вот на эту финтифлюшку получаю смс с кодом от гугла, с просьбой ввести код. Ну понятно, взломали аккаунт, после чего я захожу в аккаунт гугла и меняю пароль. Пароли у меня всегда очень сложные, более 20 символов, причем символы, пароли сложные еще и не только по их длине, а потому что там upper lowercase букв, там спецсимволы, там цифры. И это достаточно бессмысленная фраза, поэтому подобрать такой пароль практически нереально. Но вот из того, что произошло, я хотел бы сделать два вывода. Вывод первый, и он достаточно нелицеприятен для самих авторов и ведущих оппозиционных каналов. Ребят, вот скажите мне, пожалуйста, вы дети малые, вот сколько раз, вот просто цифру назовите, сколько раз ваш покорный слуга должен повторить, как попугай, что устанавливаете у себя двухэтапную аутентификацию. В каждом моем ролике в описании дана ссылка, как это сделать. Ну а обезопасьте вы хотя бы элементарно свой аккаунт. С другой стороны. Вот если вы, друзья, пройдете по той ссылке, которая указана в описании, где приведен тот ролик, который вы только что видели, и где сам Максим, он рассказывает свою ужасную повесть, тут же, внизу, дана ссылка на канал Максима. Где? Барабанная дробь в социальной сети ВКонтакте. Вот что ты прикажете, плакаете ли смеяться? Ребят, ну я, наверное, не из первой сотни тех, кто говорит, бегите вы из социальной сети ВКонтакте, опережая свой собственный визг. Что это такое? Ну, работать в социальной сети ВКонтакте, это приблизительно то же самое, что донести на себя ФСБ. Кстати, я, конечно, это точно не знаю, но подозреваю методологию, как взломали канал Максима Аристова. Сделали это, скорее всего, вот таким образом. У Максима, видимо, во ВКонтакте и в Гугле одинаковый пароль, далее делал техники. Вот и все. Никто его аккаунт во ВКонтакте и в Гугле, по большому счету, не взламывал. Там просто взяли пароль. Вы понимаете, что ВКонтакте это подментованная сеть? Что мне еще надо сказать для того, чтобы вы из социальной сети ВКонтакте уходили? Что мне надо сделать? Цыганшку вам станцевать? Или на голове встать? Что я должен сказать? Причем, ну ладно бы это делал я один. Об этом говорят постоянно авторы ведущих многих оппозиционных каналов. Это подментованная сеть. Вам что? Фейсбука не хватает. Вам других социальных сетей не хватает. Что вы там забыли в социальной сети ВКонтакте? И с другой стороны. Вот меня поражает наивность. Ребята, я еще раз говорю. Вы имеете дело с абсолютно аморальными типами в лице вот этой пригожинской сволочи и в лице администрации президента. Они не воюют по правилам. Они не выставляют слово против слова. Они против слова готовы выставить заточку. Готовы выставить тюремный срок. Готовы выставить что угодно. Самые грязные и самые подлые методы. Не надо питать иллюзий в отношении тех, кто засел наверху. Не надо также питать иллюзии и быть настолько наивными, чтобы считать, что это совершенно случайно. Это просто какие-то хакеры развлеклись. Бросьте. Перестаньте валять дурака. Не будьте наивными чебурашками. Это не просто так. И второй вопрос, который я считаю сделать также необходимо, это я обращаюсь к всем остальным россиянам, не только к авторам и ведущим оппозиционным каналам. Вот на примере Максима Арестова. Вот неужели вам непонятно, что под ударом вы все? Не будьте наивными и не считайте, что если вы не оппозиционный блогер, если у вас вообще нет аккаунта в социальных сетях, то против вас никто ничего не сделает. Что у вас отбирать? Что у вас воровать? У вас есть что воровать. Запомните простую вещь. У каждого человека, даже у нищего бомжа, всегда есть то, что для него ценно. И вот это ценное у вас могут отобрать. Почему? А потому что вот это кремлевское братья, они действуют по принципу, описанному еще Шолоховым в романе «Тихий дом». Вы, батюшка, и с говном не расстанетесь. И это действительно так. Они будут воровать все, что для вас ценно, не только оппозиционные каналы. Они украдут у вас квартиры, зарплаты, ваше свободное время, ваших детей, вашей жизни, наконец. Неужели вот то, что сейчас происходит в России, для вас не является доказательством? Неужели пример Максима Арестова – это не лучшее доказательство того, что сейчас произошло? Это что мне надо еще сделать для того, чтобы показать это россиянам? А те, кто мне не верит, вы потом, дорогие мои, не обижайтесь, если с вами поступят точно так же. При этом, не испытывая к вам никакой ненависти, не испытывая к вам никакой злобы. Просто потому, что вы объект дойки, такие как Максим, просто мешают этому и показывают вот всю гнилую сущность этого оккупационного режима. В заключении, друзья, я хочу сказать две вещи. Первое. Я не просто выражаю свою полную и абсолютную поддержку Максиму Арестову. Я говорю, если он меня услышит, то я подчеркиваю, я готов предоставить Максиму эфир в любое время, в любой день, хоть эфир в записи, хоть прямой эфир. О конкретном времени мы договоримся, и там Максим может сказать все, что он считает нужным. И я считаю, полную и абсолютную поддержку Максиму должны выразить все, без исключения оппозиционные каналы. Мелкие, крупные. Это не важно. Поймите, этого, вот того, что сделали в отношении Максима, прощать нельзя. Кстати, по неподтвержденным данным, то же самое произошло с каналом легких кочегара и с каналом свободные люди Астрахани. Я подчеркиваю, это неподтвержденная информация, но даже примера Максима Арестова вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод. Это система. И я считаю, что поддержку Максиму должны выразить все. И второе, что я хочу сказать, друзья. Как всегда же я напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok